всем привет я майкл найки это свежая сводка с русланом левиевым а в топом поскольку страна спрашивают отдельное видео мне записывать лень меня заочи то арестовали об османный суд значит принял такое решение что это значит что это меняет ничего не значит ничего не меняет не обращайте внимание там вот это дело которое против меня сейчас я уже знаю больше подробностей то есть там выпуск про атомную станцию в энергодаре и значит вот это следователи как-то смотрели его причем там очень смешно там уголовной деле там прям расшифровка всего выпуска скриншоты значит с русланом левиевом смысле в одном кадре потом скриншота моего инстаграма короче 90 страниц какой-то абсолютно бесполезной работы реально много бумаги заморали непонятно зачем ну понятно зачем запугивать остальных чтобы люди не думали даже высказываться и более того и забавно у меня прям есть строчка вот в этом деле где написано что помимо прочего я специальную операцию военной называл войной вот такое чудовищное преступление то есть это не фигура речи на действительно вот есть в уголовном деле хотят мне от пяти до десяти лет за это все дело но это все не очень важно заочный арест ничего не меняет теперь вот мы с русланом оба заочные арестованы и как бы можем с одинаковых уголовных позиций горит на равных но теперь к сводке это намного важнее чем какие-то там уголовные дела и заочный арест против меня потому что на фоне войны и это конечно вообще абсолютно незначительная мелочь сегодня три месяца с момента как владимир путин начал эту войну что удалось добиться ему чего не удалось и как дальше будет складываться эта война почему начинают протестовать солдаты самопровозглашенных днр и говорить о том что их просто шлют на убой записывать видеообращение как дальше может разворачиваться окружение которые пытаются состряпать российские войска ну и что нас всех ждет в дальнейшем обо всем этом мы поговорили с русланом реви вы не забывайте поддерживать вашим лайком и подпиской на канал причем сразу во время просмотра лучше всего то что youtube тогда считает что видео хорошее надо его большему количеству людей выдавать смотрите до конца это тоже важный параметр и пишите ваши комментарии ну и поддерживать этот канал канал уголовников можно на патреоне ссылки будут в описании так наш разговор с русланом левиевым из конфликт интеллиженс тим привет руслан расскажи пожалуйста что ваша команда отметила для себя собственно в вчерашних событиях ну и в целом сегодня три месяца войны 24 февраля началась эта война и этот ее этап расскажи пожалуйста и в целом какие итоги мы имеем к нынешнему моменту такой вот у нас сегодня полуобзорный полу фактурный наверное выпуск будет расскажи пожалуйста на что вы обратили внимание я не ожидаю что наши сводки смотрят те солдаты которые как бы поддерживают войну или те люди которые поддерживают войну поэтому не вижу смысла там за произносить речь о том что вот ведь вам говорили про каких-то нацистов фашистов в итоге ничего такого нет сколько наших солдат погибло сколько семей осталось там без отцов чьи судьбы теперь разбиты сколько граждан украины погибло сравните там кадры мариуполя там харькова любого другого города украины то что был до 24 февраля теперь почувствуйте разницу и поймете что это не украина 8 лет обстреливала города это россия сейчас фактически уничтожает многие города украину вот я не как бы не вижу поэтому смысла во всем этом рассказе для нашей аудитории это и так все понятно вот а другая аудитория нас я думаю это и не смотрит из того минимум нас смотрит следственный комитет мвд и у меня есть бумага где буквально это написано с полной расшифровкой но с другой стороны для нашей аудитории можно отметить что мы видим как насколько сильно изменились цели от цели того что было 24 февраля и то что мы видим сейчас естественно то есть про киев уже вообще никто не вспоминает это осталось таких воспоминаниях отдельных лиц с этих направлений киевская черниговская сумская наши войска ушли хотя на сумском направлении и не черниговском направлении приграниченные слюны пункты и нога продолжают обстреливать то есть там прилетают снаряды плюс и иногда происходит ракетные удары по объектам в глубине украины вплоть до самой одессы вот поэтому несмотря на то что туда войска ушли бы некоторая опасность она все равно остается ну и сейчас хоть и идет такого-то вал события то что украине поставляет помощь то весь мир за украину что собирается конференции где обсуждают какую еще нужно оказать помощь для украины обещают там и выделяют в том числе и деньги поставлять вооружение несмотря на все это сейчас последнюю неделю полторы видно резко ожесточившиеся бои то есть россия бросила новые силы в бой в битву за данным базан бас и соответственно мы видим много потери как там с украинской страны так и с российской но то есть бои ожесточились это происходит равно то что мы ожидали когда горе что вот скоро начнется битва за донбасс и в бои будут жесткие тяжелые будет много крови вот сейчас они прям в полной мере ощущаются потому что идет массированное наступление и на единице территории находится там много вооруженных сил россии тоже много техники много батальон тактических групп и вот зеленский говорил что поэтому по его словам там превосходство по количеству техники в россии 20 к одному то есть там на одну единицу техники украинской приходится на 20 техники российской но нам сложно как-то подтвердить подобные цифры то есть мы пока не видим даже превосходство не знаю там три к одному то есть разве что только на отдельных не некоторых направлениях то есть опять же возвращается к тому что если вы наступаете как как по учебнику как положено при наступлении у вас должен быть превосходство примерно 3 к одному там в силу выживую силе и в технике вот но мы пока такого не видим то есть там дал в основном два к одному местами может есть и есть прикады но чтобы 20 к одному вот так вот таком и не видели вот ну и тем более что техника она же не может без людей сама по себе ехать заאСН должно быть и превосходство их живой силе тоже тоже 20 к этому поэтому так Такого, прям такого мы не видели. Ну, может быть, это просто было такое эмоциональное преувеличение. Допуская, что и так. В целом, мы видим завод и новой техники, и новых сил. Мы видим видеозаписи от местных жителей из Белгорода, других районов приграничных в России, которые присылают нам фотографии, видеозаписи, на которых мы видим бензовозы, бортовые Уралы и Камазы, которые привозят военнослужащих. Мы видим различные бронемашины для спецназа, такие как Тайфун, Тигр. То есть продолжают они новые силы прибывать, новых людей подвозить, которые потом бросают в бой. То есть они сделали серьезную ставку на это направление. Мы видим также и тот полевой аэродром с вертолетами вблизи Белгорода, на которых располагается много вертолетов. Мы видим, как они взлетают, летают по несколько штук сразу в Украину, наносить удары. Все это мы видим. То есть бои продолжаются довольно-таки жесткие. И, как я и сказал, сейчас самая большая огроза предстоит это Северодонецку и Лисичанску, такая большая крупная городская агломерация, которую пытаются окружить. С одной стороны делается, скажем так, с северной части выступа, он делается около населенного пункта Ямполь, а с южной части выступ идет от Попасно и дальше в сторону Солидара, Северска, и пытаются на этом направлении российские силы продвинуться. То есть они пытаются замкнуть окружение вокруг Северодонецка и Лисичанска. Параллельно с этим, как я вчера и рассказывал, они пытаются заставить гарнизоны украинских сил, которые находятся в Северодонецке, там и остаться. Для этого они подрывают мосты через Северский и Донецк, которые находятся в Северодонецке, чтобы потом дальше эти силы уничтожать. И о том, что есть такая угроза окружения этих городов, уже говорит там и британская разведка, и генштаб Украины. Ну, просто мы наблюдаем одни и те же события, поэтому приводим к одним и тем же выводам. Что происходило вот эти... Вчерашний день из важного. Мы видим, что в Авдеевке происходит очередной обстрел города. В городе практически не осталось целых домов. Неделю город просто утюжит без прерыва. То есть постоянные залпы и ствольной артиллерии, там различных гаубиц, и реактивной артиллерии, то есть какие-нибудь там грады, например, ураганы. И поступает много информации о раненых, но местным жителям дозвониться куда-то очень тяжело по понятным причинам. И скорую просят вызывать просто банально в телеграм-чатах. Люди между собой общаются и как-то пытаются скоординироваться в плане помощи. И об обстрелах в сторону Авдеевки также сообщают и из Донецка, Макеевки. То есть мы видим сообщение оттуда, где говорят, что каждый день по много часов мы видим исходящие залпы, из реактивной системы залпового огня, которые стреляют в сторону Авдеевки. В основном это грады. На Бахмутском управлении при поддержке артиллерии российские силы ведут наступление в районе Липового и Триполья. То есть продолжают наступать там. Пытаются штурмовать город Лиман, гаубицы и реактивные системы залпового огня. Там просто стреляют без остановки. И идут уже городские бои. Если посмотреть спутниковые снимки с точками пожаров, есть такие специальные спутники, которые просто отмечают горячие точки на карте Земли. То есть изначально такие спутниковые снимки были предназначены для выявления лесных пожаров. Но они полезны и при изучении военных конфликтов. То есть на таких снимках мы видим, что весь Лиман усыпан такими красными точками, которые обозначают как будто бы пожары, но по факту мы видим, что это последствия обстрелов. Как я сказал, идут уличные бои. Российские силы прорвались со стороны заречного и населенного пункта Ставки. Но вроде как пока что не закрепились. По крайней мере, об этом говорит украинская сторона. При этом южнее Лимана было снято видео, как российский танк убегает просто по дороге, ставя за собой прям дымовую завесу. При этом башня у него повернута назад. То есть он едет вперед, а башня смотрит назад дулом. Соответственно, видимо, в сторону украинских позиций. В итоге дымовая завеса этот танк не спасла. По нему наносит прицельный удар 79-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины. Попадает снарядом прямо в башню танка. После чего происходит мощный взрыв. Видимо, срабатывает боекомплект танка. Мы видим там, как падает с танка один танкист. Потом танк едет дальше в сторону, скажем так, обочины, где он постепенно замирает и дальше продолжает разорваться. А из танка высыпает остальной экипаж. И сбегает в сторону лесополосы. И после той истории с видео с двумя танками, где есть украинские танки Т-80 и российские танки Т-90, и один другой тащит. И потом это видео развернули в обратную сторону, и извели как противоположную победу. После той истории сейчас люди начинают иногда троллить пророссийскую аудиторию. И вот эту видеозапись, где танк убегает ежнее Лимана от украинских сил и Новосгиб по нему попадает, тоже видеозапись развернули. И иронично пишут, что на самом деле это все неправда. На самом деле мы можем наблюдать, как здесь бравый российский танкист запрыгивает в танк на ходу и успешно тушит пожар, который происходит на нем. Ну, это просто такой забавный, получается, троллинг. Но, в целом, отмечая это событие, вот этот убегающий танк, попадание по нему, поскольку это происходило относительно недалеко от Лимана, понятно, что пока ни о каком там, не знаю, окружении говорить не приходится. То есть тяжелые бои вблизи Лимана с разных сторон есть, но окружения пока нет. Уличные бои тоже в некоторых частях города есть, но город не взят. Хотя, наверняка, мы там, не знаю, сегодня, завтра увидим не раз сообщение от каких-нибудь пророссийских сил, сепаратистов, может быть, от каких-нибудь военкоров российских, которые будут говорить, что все, Лиман наш. Хотя, пока что до этого, мы видим, что до этого пока что далеко. Ну, они еще на прошлой неделе писали про то, что окружение уже случилось, значит, войска в окружении и все такое, поэтому за ними станется. Но что-то все больше, честно говоря, напоминает это окружение Киева. И, мне кажется, эффект будет похожий, несмотря на то, что мы примерно могли нарисовать эту картинку, как это окружение может произойти, есть что-то ощущение, что в итоге мы даже вот этих мини-клещей не увидим. Ну, не знаю, вблизи Лимана все-таки шансов гораздо больше, у них тем более, что Лиман в разы меньше, чем Киев, и его легче взять, ну, уничтожив банально, то есть разбив все дома, отработав артиллерии, то есть так в теории взять можно, тем более силы для этого есть. Вот с Киевом, конечно, так его получится... Не конкретно город, а вот именно то окружение, о котором мы с тобой говорили, что они хотят взять в кольцо, в большую группировку, значит, украинских сил. Да, мы говорили о именно большом окружении, то есть, по сути, вот Донбасса, да, но окружить Северодонинско-Лисичанск, вот этот маленький-маленький, относительно того, что было... Относительно изначально планов, да. Да, да, в принципе, у них, возможно, может получиться, вполне. Ну, а опять же, как я и говорил тоже в прошлых сутках, еще, даже если у них получится окружить Северодонинско-Лисичанск, будет огромный вопрос с тем, как они строят оборону этого окружения, потому что нужно ставить там два кольца, которые защищают и внешнюю, и внутреннюю сторону, должно быть достаточное количество сил. Будет оно так или нет, как бы мы заранее предсказать не можем. Поэтому, может быть, будет даже какое-то кратковременное окружение, а потом просто его прорвут. Кто знает, посмотрим. Уничтожен мост вблизи населенных пунктов Светлодарск и Луганское. Это между Горловкой и Дебальцево. Там российская сторона полагает, что украинские силы с этого направления будут отходить на Бахмут. Продолжаются попытки штурма Северодонецка. Как и в других населенных пунктах, там российские танки просто берут и стреляют по домам, фактически полностью уничтожая их. Это такая вот типичная тактика. Лично для меня она очень странная. То есть, ну, если ты пытаешься взять город под свой контроль, то и уничтожаешь его, то как бы смысл того, что ты взял под свой контроль руины, когда город уничтожен полностью. Но вот зачем-то Россия использует такую тактику. Видимо, для них важнее квадратные километры под контролем, а не сами населенные пункты. И вот в Северодонецке, как и в Мариуполе, как и в многих других городах, они подряд все дома уничтожают. Видимо, полагаю, что в каждом-каждом-каждом доме есть огневое гнездо либо со снайпером, либо с пулеметной точкой какой-нибудь. Поэтому каждый дом надо уничтожить. Вот. И в Северодонецке мы это сейчас видим. По Николаеву вновь ударили кассетными боеприпасами. Также и по Киевскому району Харькова прилетают сейчас залпы смерчей и ураганов. Местные чиновники говорили, что вот последние неделю-две было все более-менее относительно тихо. Но вот снова начался обстрел. То есть пока что российские силы не совсем отказываются от Харькова, от вариантов его обстрела или подойти своими силами к Харькову. Ну, понятно, зачем. Как я полагаю, сам Харьков сейчас российским силам по сути не нужен. Им важнее зачистить, взять под свой контроль территорию к востоку от Харькова, чтобы защитить линию снабжения для российских войск, которая идет через Волчанск. Поскольку мы все видели, как там украинские силы продвигаются, как они сначала брали Терновую, потом пришлось от нее отойти, как они форсировали Северский Донецк, Донецк, и тем самым создают угрозу линии снабжения российских войск. И именно поэтому, как я полагаю, они снова начали и обстрел Харькова и будут, наверное, пытаться бросать сюда на это поле какие-то некоторые силы свои. И, кстати, в микрорайоне Северная Салтовка в Харькове практически все многоэтажки уничтожены до тла, так же, как там в Бородянке, в других городах. И за прошедшее время харьковские спасатели, работая на 98 разных объектах в Харькове, ну, разрушенных домах в основном, они достали из-под завалов больше 150 тел. Я полагаю, что цифры по определенным причинам еще вырастут, потому что явно еще не все завалы разобраны, плюс обстрелы не прекращаются, они продолжаются. Поэтому цифра жертв, к сожалению, будет дальше расти тоже. Матери двухсрочников с крейсера Москва рассказали о новой газете, которая теперь называется как новая газета Европа, что в документах от военного командования они числятся как погибшие в результате катастрофы. И одной из матерей пришло сообщение, такое заявление, написанное за нее. И в заявлении она как будто вот сама добровольно признает своего сына умершим в результате катастрофы. И при этом в таком заявлении конечно же нет ни малейшего слова не то что о войне, а даже о какой-нибудь специальной военной операции. То есть звучит это так, как будто они погибли в результате несчастного случая. А соответственно если они погибли в результате несчастного случая, то о какой компенсации вообще может идти речь? Вот это самое хваленое их своих не бросаем. И сейчас вот эту одну из матерей тоже уговаривают по-моему то или военком такие вот от государства лица, которые говорят, что давайте вот вы подпишите заявление и процесс пройдет гораздо быстрее признание умершим. Нежели вы будете сейчас долго судиться, писать в прокуратуру заявление, писать жалобы в суд. Давайте сделаем себя побыстренько. Ну а для военных и для государства это удобно, потому что если в заявлении сказано, что он погиб, мать сама добровольно как будто бы заявляет, что он погиб в результате какой-то катастрофы, то какой компенсация может речь. Вот удобненько. Фрегат Адмирал Макаров приближается к острову Змеиный и российские силы стягивают туда все больше и больше сил противовоздушной обороны, пытаясь закрепиться на острове. То есть до этого вчера я рассказывал о том, как, видимо, российские силы теперь считают воды вокруг острова Змеиный своими, то есть территории России, потому что они делали предупреждение одному из гражданских судов, которое проходило мимо. Вот, и видимо, будет еще некоторая угроза и обстрела там Одесской области возможно. По крайней мере, об этом заявляет украинская сторона, что раз россияне сложат туда больше сил остров Змеиный, то есть дополнительная такая угроза Одесской области. В Тульском музее оружия сейчас сделали экспозицию, посвященную участникам так называемой специальной военной операции. Там в основном выставлено снаряжение участников войны со стороны России, но понятное дело, что мы сами все эти не можем посмотреть эту выставку, но если кто-то как-то пытается сам тоже посодействовать изучению этой войны, расследованию этой войны, то я подобные выставки советую посещать, просто я по своему опыту сижу, мы очень часто посещали подобные выставки, музеи, и часто там находили различные улики для наших расследований, то есть даже не зная, что мы увидим на выставке, мы просто приходили, изучали все экспонаты, потом из этого бывало, что получались расследования, например, я прекрасно помню, как была эта экспозиция путешествия на поезде «Сирийский перелом», которая на поезде проехалась по всей России, устроенной Минобороны России, и потом ее привезли в выставочный комплекс «Патриот», музей «Патриот», который находится к западу от Москвы, потом я сам туда съездил, там есть отдельная экспозиция, посвященная войне в Сирии, и там было много выставлено всяких экспонатов, в том числе, например, кассетные авиабомбы, то есть, когда мы делали расследование по российской операции в Сирии, мы много заявляли о том, что Россия применяет тупые, неуправляемые бомбы, кассетные боеприпасы, применяет их по жилым массивам против гражданского населения, и в ответ на эти наши публикации, тогда, в 2015-м году, в 2016-м году, Россия, и особенно Минобороны, яростно это отрицали, хотя, казалось бы, Россия не подписала конвенцию за претик боеприпасов, но, видимо, они считали, что это большой такой имиджевый удар по России, поэтому они это яростно отрицали, а тут я просто пришел в музей, посмотрел экспозицию, и опа, вот она, выставленная самим Минобороны, та самая авиабомба, о которой мы же описали в своих расследованиях. И там же была явка сповинной. Там же была и очень странная экспозиция про кустарные химические лаборатории, в которых производят химическое оружие, потому что то, как они придумали это сделать, выглядит для человека, понимающего, как это может производиться, химическое оружие, выглядело абсолютно бредовало, потому что они поставили такую маленькую бетонную мешалку, которая подвели к различной трубке, и было все описано так, что как будто бы бетонная мешалка крутится, и в ней там смешиваются компоненты, производятся боевиками сирийскими химоружия, хотя если просто посмотреть на эту бетонную мешалку, к ней подходят трубки, если ее начать крутить, то получается она должна убивать всех вокруг, тех, кто попытается произвести в ней химоружие, то есть такие глупости были. И помню еще про химоружие, когда тоже мы помогали Беллингэта расследовать факт применения химоружия в Сирии, я ходил еще в музей, который на метро Достоевская, Центральный музей Минобороны, по-моему, называется, как-то так. Там выставлен макет авиабомбы, химической авиабомбы, и я помню, как я пока смотритель отвлекся, я прям залезал на этот стенд, делал замеры этого макета, потому что он в натуральную величину, и передавал данные потом Беллингэт, чтобы они смогли сравнить размеры макета бомбы с теми остатками авиабомбы, которые были применены в Сирии. И если вы просто загуглите там авиабомба, по-моему, Хаб-250, как она, кажется, называется, то вы были, скорее всего, вы увидите именно мои фотки из музея Минобороны Застаевской. Поэтому, подводя итог своему такому длинному спичу, будут все больше и больше проходить вот таких вот разных выставок, экспозиций, в которых будет восхваляться российская армия и война в Украине против каких-то там неонацистов. Понятно, что эти вещи для нас, тех, кто придерживается страны Украины, они, они неприятны, но для изучения она, как правило, будет полезной. Поэтому, если у вас есть такая возможность сходить посмотреть, то советую сходить посмотреть, отснять, можете даже потом прислать нам снимки, может, мы что-то найдем, какую-то деталь интересную, важную. Видеозаписи, достойные музея, даже, может быть, точно исторической хроники, это такой у меня плавный мостик перехода, извини, это обращение бойцов самопровозглашенной ДНР, которое они записали к Пушилину, что необычно сказать, обычно все к Путина записывают, они вот как-то к Пушилину. Удивительно, что они просто к какому-нибудь соседу-алкоголику, где они говорят, что вот их мобилизовали с 19 февраля мобилизация в самопровозглашенных ЛНР ДНР, в месте Орло, и их кинули просто в пекло, и без всякой подготовки, без всякого обучения, мы не раз это отмечали, но вот у нас появилась прям официальная, то есть сами солдаты встают в ряд и говорят вот это, говорят, что потеряли 40% личного состава, и, знаете, что самое удивительное, они просят не остановить эту бессмысленную войну, они просят не перестать их мобилизовывать, даже не просят их отправить домой, а просят отправить их в тыл или осуществить некую ротацию, что, конечно, тоже отдельно меня поражает, вот насколько эти люди прям, не знаю, то ли запуганные, то ли глупые, то ли еще что-то, но тем не менее, вот мы видим перед нашими глазами факт, что все вот эти публикации, они подтверждаются, ну, если нам, конечно, не скажут, что это все хромакей, все это переодевшиеся украинцы, или мы с тобой организовали, или еще что-нибудь, значит, насколько, по-твоему, это массовое явление, насколько люди, которых мы видим на видео, и похожи на, собственно, вот это вот, как они называются, сами все ополченцы, боевики, народная милиция, у них много разных имен, вот, но все суть одна. Да, но, более того, на самой видеозаписи, даже на самой видео находится много людей, то есть, это не 10-15 человек, там прям, такой большой строй стоит, и видно, что это мобики те самые, да, они вот, там перед ними стоит, как бы их представитель, что ли, или что-то, или того, который зачитывает это заявление, обращение к Пушилину. Да, он говорит о том, что там вот их послали на фронт, на передовую, но это подтверждает то, что мы ее и так уже видели, и слышали много раз. Из-за интересного, я бы также отметил, он отмечает, что вот с 23 февраля они были посланы, там, по сути, на фронт, и как я понял из его повествования, их, естественно, да, там не меняли, не ротировали, то есть, не давали никакого отдыха. Это то, о чем я говорил во вчерашней сводке, когда ты у меня спросил, про, что вот, ты сказал в своем интервью, что через полтора месяца, два месяца ожидается, ну, и ты ожидаешь, там, контрнаступления. Я тебе ответил, что если батальонно-тактическая группа 30 дней воюет и без отдыха, то она становится небоеспособной. Пускай даже никто не погиб, она становится небоеспособной, потому что люди истощены, им нужен перерыв, им нужна ротация, хоть какой-то временный отдых. А здесь вот с 23 февраля, получается, эти мобики воюют, тоже без отдыха. Естественно, они тоже истощены, и поэтому, и поэтому, поэтому люди уже даже не боятся записывать такие обращения, не считаясь тем, что в ответ там их могут посадить на подвал и начать пытать этот МГБ ДНР, какой-нибудь Министерство госбезопасности ДНР, там, возбить какую-нибудь головку против них. Они уже этого не боятся, потому что настолько они истощены. И понятно, что их будет становиться все больше и больше, потому что ситуация пока что, ну, я не вижу, чтобы она как-то для них менялась. Она продолжается так, такой, какая она есть. Поэтому, да, я думаю, явления и сейчас уже масса, потому что есть обращения и самих мобилизованных, и вот этих их жен, матерей, которые, которые в видеозапись мы уже видели. Вот. С ними ситуация, да, будет только увеличиваться, как я полагаю. Параллельно с этим, кстати, мы еще обсуждали с тобой вчера, сколько же там этих стран, партнеров у Украины, потому что цифры постоянно называются разные. Вот вчера оказалось, что в этой конференции «Рамштайн-2» их было 44 страны плюс Евросоюз и НАТО, ну, как организации. Вот. Видимо, текущая цифра такая, 44, ну, просто любопытные. Получается, 46 представителей, 44 страны, 46 представителей, правильно я понял? от НАТО. Ну, 44 страны и две организации как отдельно, как просто, как объединение даже тех же стран, в том числе. Но, надо сказать, я не слышал никаких громких заколовков по следам этого «Рамштайна-2». Ну, то есть, договорились ли о чем-нибудь или просто, там, значит, первый съезд это историческое событие, антигитлеровская коалиция, да, вместо Гитлера Путина, а второе уже рутина, или не удалось к чему-то прийти, или что? Есть вообще понимание? Я думаю, это будет так же, как после прошлого «Рамштайна», то есть, не на следующий уже день, прям, вот тебе готовый список, что, чем помогут Украине, а обсудили. После этого представители страны возвращаются к обсуждению внутри своей страны, там, с своими коллегами, работниками, которые решают, что они могут выделить, чтобы не нанести ущерб еще больше самим себе, потому что, ну, чтобы не садиться без оружия, там, без армии, и так далее, вот, и уже потом, ну, то есть, не знаю, там, ближайшие 2-3 дня я ожидаю вот таких вот заявлений от разных стран, участниц этой конференции, где они скажут, что мы поставим еще вот это, а потом еще вот это поставим Украине, или будем помогать вот так, нечто подобное и ждать. То есть, пока что рано говорить не за то, что ни к чему не пришли или что-то в том роде, они, скорее всего, пока что еще решают, что помочь, как помочь. И, в параллельно с этим, президент Всемирного Экономического Форума в Давосе Бергия Бренда призвал к плану маршала по восстановлению Украины, об этом пишет Шпигель. Он говорит, что даже без мирного соглашения, что пока маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся уже под контролем Украины, которые освобождены от российских войск. И речь идет, конечно же, в первую очередь об инфраструктуре, электрике, школах, дорогах, мостах. То есть, нужен такой план маршала для Украины. Это то, о чем я, в том числе, и я говорил не раз в сводках. Я говорил, что надо заниматься сейчас восстановлением экономики Украины, на что мне многие потом говорили в ответ, что какое восстановление экономики Украины ты сейчас говоришь, в каком плане маршала ты сейчас говоришь, если война сейчас идет, вот, еще она не закончена. Ну вот, и в этом плане теперь получается, не то, чтобы я согласен с этим представителем экономического форума, а получается, как будто бы, мы совпали во мнениях с этим президентом Семерного экономического форума, что, несмотря на то, что война продолжается, нужно уже сейчас все восстанавливать, начинать над этим работать, восстанавливать экономику Украины. Вот, поэтому, надеюсь, мы в скором времени увидим реальную работу по восстановлению, а не просто обещание. Вот, да, на сегодня у нас с Водкой ПК все. Скажи, пожалуйста, несколько, тоже там, вот так сказать, вопросов из зала, задам, залом выступаю и я. Вы можете выступить залом в комментариях, здесь буду выступать я. Первая история, которую вообще, да, вот, самое главное в наступлении, в контрнаступлении, о котором мы говорим, там две главных составляющих. Первая, это возможность, а вторая, это желание. И у целых два было проведено опроса на тему того, что Украина, украинское общество не готово поступиться нынешними территориями, 80% и 82%, вот там два разных опроса, да, они против того, чтобы это делать. То есть, украинское общество готово продолжать воевать, отбивать свои территории, деоккупировать, несмотря на то, что война идет уже три месяца, и вот это вот помимо возможности, да, желание нам ярко демонстрация того, что они будут хотеть от своего руководства, от своего правительства это делать. По твоему опыту, насколько вообще по времени или по твоему ощущению, хорошо, как долго страна может вообще находиться в таком состоянии в современном мире, потому что у нас есть практика, да, там, прошлых войн, вот, крупномасштабных, которые были все-таки немножко в другое время, а сейчас насколько общество может продолжать функционировать в условиях вот такой довольно жесткой войны, когда ракеты долетают практически до любого города. Ну, учитывая, что помощь идет практически со всего мира для Украины, и плюс мобилизация уже проводится, ну, и она уже давно проведена, и просто идет еще там новая волна, соответственно, я думаю, и плюс еще помогают собираться помочь и в плане экономики Украины, поэтому, я полагаю, для Украины она может существовать в этом положении, ну, находиться в этом положении довольно-таки долго, да, теряя личный состав, теряя жизнь людей, вот, но, как бы, не теряя мотивацию продолжать бои за Родину, вот, и мы видим ровно обратную сторону для России и сепаратистских республик, потому что Россия находится в полнейшей изоляции, снаряды кончаются постепенно, и мотивация все больше и больше падает, потому что, как я и говорил, не так давно некоторые соединения российские, они выходили на ту самую ротацию, то есть, их выводили обратно в Россию на 10 дней отдохнуть, чтобы потом по новой бросить в бой, потому что, хочешь, не хочешь, понятно, что там для российского генерала есть задача продолжать битву за Донбасс, но он тоже прекрасно понимает, что если дети солдаты выют без передышки, то они станут небоеспособными, так как это сейчас происходит с мобиками, и часть из тех, кто выводилась обратно на территорию России, они тоже воспользовались этим моментом ротации, отдыхом, и теперь тоже отказываются обратно заходить на территорию Украины, то есть, там есть новая волна отказников, которые, не знаю, придумывают себе болезни даже, срочно ложатся в госпиталь, то есть, любым способом отказываются возвращаться на территорию Украины и продолжать эту войну, поэтому, здесь ситуация ровно противоположная, Украина может долго в таком состоянии быть, есть мотивация, есть оружие, есть экономика, которая постепенно будет восстанавливать, а Россия, наоборот, время сильно поджимает, потому что люди кончаются, особенно мотивированные, оружие кончается, экономика падает, и страна находится в изоляции, поэтому, как-то так. И последнее, что в сегодняшней сводке мы сделаем, я тебе задам вопрос, которым задается Алексей Навальный в своей колонке про Владимира Путина в журнале Time, он вставит главный вопрос, который звучит следующим образом. Как же остановить злобного сумасшедшего с армией, ядерной бомбы и чрезвычайно в совбезе ООН? Он говорит, что нам всем предстоит найти это ответ самостоятельно, но есть ли, может быть, у тебя какое-то представление? Как, в смысле, отстранить его от власти в этом смысле? Как остановить? Как остановить? Передаю, как задан вопрос. Интерпретировать его можешь, как пожелаешь. Ну, я считаю, что нужно вводить еще более жесткие санкции. У меня, как в одной очень давних сводах, я говорил, что меня печалит тот факт, что новую волну санкций привязывают к таким моментам, которых точно не будет. Например, применение химоружия, применение ядерного оружия, что вот когда Россия применит химоружие, вот тогда мы введем еще санкции. Вот, этого не будет. Вот, поэтому получается так, что волна сопротивления всего мира против этого воинствующего режима, она как будто бы встала на некую паузу в плане своего расширения. Вот, и это печалит. Вот, нужно бы их привязывать эти условия к другим моментам. Я говорил про Мариуполь, но в итоге все, с Мариупольм уже история закончилась. привязывать к наступлению на Донбассе, окружению Северо-Донбасса, Лисичанск, вот к этому привяжите следующие условия. И тогда это будет тоже влиять в том числе и на самого Путина, потому что он видит ухудшающиеся условия, и я думаю, он будет как-то постепенно менять свои планы. Вот, но чтобы у нас в будущем никогда не повторилось нового Путина, нужна, соответственно, свобода прессы, независимый суд, вот, плюрализм мнений, вот, несменяемость власти, безусловно. Видите, Руслан, вроде военная аналитика такие мирные пути решения предлагает, вот, даже без виселицы всего остального. Ну, если завтра Путин, просто, не знаю, его там пристрелят и бьют, то есть Патрушев, есть и Шойгу, то есть перемены слагаемых сумма никак не изменится, поэтому нужно, чтобы вся система как-то изменилась. Спасибо большое, что посмотрели, опять всякие тревожные новости приходят про Ютуб, поэтому не знаю, насколько долго он просуществует, тем не менее, будем пытаться распространять информацию так долго, как сможем, особенно учитывая, что ее смотрят даже в МВД и Следственном комитете. С вами был Майкл Наки, всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова